вот смотри сюда а то сегодня у нас что 24 февраля я вижу она тут надулась меня выбивает оттуда и она вывелся вот он из яйца только вывалился вот он какой посмотри надо гляди это будущее птица летать будет вот он вот она какой еще и она его как-то выкормит вот она бьется люди как бьется к нему там 2 лежит ей надо выводить а яйцо то там шевелится да на ой все становилось не надо отойти надо потом она его задавит ногами момент самый момент ухватили только чтобы вывелся минут вот оно какое она сидела и все это доходило и она вышла и вот пожалуйста все как надо сделано будет вот люди едят когда что и они даже не задумываются эти опять сейчас посмотрю где она куда его бросился вот это а вот она упала и вот как она внутри образуется из чего-то и вот эта скорлупка и там внутри это жизнь едят яйца кто об этом думаете и чтобы она не сместилась там такие есть канатики называется это растянутый где желток белок и внутри там почему когда там пустота бьешься воздух заранее в каждом яйце воздух чтобы ему там было чем дышать и маленькая порция воздуха она держит как лук возьми обтянутой одной пленкой 2 3 это здесь пленка то какая вот она как а вот и голубь маленький что интересно скворец намного меньше голубя яйца почти одинаковые самые большие не по размеру яйца это у скворца и у скворца они голубые полностью голубые у другого они бывают так что где-то она среди песчаных где-то находится она в виде как песчинками серенькие притом еще коричневые пятнышки яйцо уронил рядом и даже не найдешь его как если она слетит внизу чтобы ястреб я не увидел его сколько я раньше знал птичек смотрел яйца у всех разные и маленько продолговатая а у совы белая как бильярдные шарики круглые 2 на болоте где-нибудь вот и вот это вот пленочка натянутая внутри вот она просидела 18 дней все уже пожалуйста это сегодня у меня прибыль но пока один будет два и вот он лежит под ней она на нем сидит и не задавит у меня наверху там голубят я вчера посмотрел в трех гнездах парят парят это по два если они выйдут еще шесть голубей будет потому что у меня отсев был летом была болезнь это вертячка это погибли там на 4 5 голубят не но остальные остались и откуда ни глянешь мы сейчас читали премудрость соломона о мудрости какая она премудрость все проникает какой удивительный перевод сектанты вообще это не знает книга премудрости я считаю покрасочные за языка ей равных нету в библии почитайте и хотя бы один раз и тогда скажешь и что такое премудрость сколько там качеств десятки качеств и как они нашли перевозчики такие слова и сегодня со словарем научиться один знание микроскопические папы особенно надмиваются и что ну вот так и так написано что не только погружение это баптизан там имеют а амова и омовение там скамей ну и что да даже забудь про перевод когда толкование дается погружение и выныривая из воды все безумие меня всегда трогают вот это вот более порченого нет состояния как священники настолько они зависимы от всего только недавно мне хвалились у нас архиерей такой митрополит он сказал кто будет крестить неполное погружение мы расстанемся с ним он не расстанется должен быть извержен он уже тоже подмену делает и священники сразу переменились да мы за полную я ему хочу сказать а мы за полную прошло летом митрополита убрали другое место а новый сказал перестаньте и песком даже песком если покрестить тоже ничего эти священники он мне писал а теперь все я пересмотрел свое мнение я вас меняю мнение вы там за полное погружение вы сектант бешеные совершенно да ты вчера только у меня все сохранились письма я их копирую уже второй раз меняет мнение это почему когда готовилась вот это акт о каноническом признании а потом соединение зарубежной церкви то ну два вопроса было первое это сергианство что с властью они слепились как на левиафане вот это вот это главный вопрос невозможности соединяться с ним это сталинско-бериевская образование московской патриархии она в нем осталось ее туда не вытащить никому она должна пойти ко дну вместе с этой властью захватнической агрессивной как ее называют вот все но как быть тогда никак только молиться а второе это экуминизм там они со всеми слепились и сектантами на зарубежном говорили теперь уже не это главное самое главное то что они не держат слова с ними договорились утром приходят как будто его и не было совершенно бесчестное слово честность они не понимают даже этого так искореженной души вот мне сейчас пишет один что делать игнатий тихонов я пришел у меня бородка была я а метрополит вызвал семинарию поступил то чтобы бороду сбрил иначе мы с тобой расстанемся изверги а на кого ты похож на тех которые там написано саре маницкий какой он бороды обрил слугом давидом это вот они оттуда вылезли оттуда а вот я вас рукоположу в первую степень там и под якона тогда будет бар то есть он решает он решит он скажет и тогда будет борода так нету то есть изверги у них не страха ничего нет и они такие самые податливые самые искореженные постепенно поднимается до епископа а потом дальше а дальше он понимает трусость и делать как скажут верху иначе тебя сожрут они не понимают ничего совершенно почему совесть первичные евангелия евангелия вообще для них не существует канонов нету песок и песок и мне сегодня ночью один пишет вот смотри и говорит был сегодня на покаянном каноне там я вам послал к одному батюшки сходи и подошел батюшки с вопросом о моем крещении так и так получается согласно как игнатий тихонович говорит я не крещеный он задал мне вопрос батюшка какого я храма я ответил что хожу монастырь святой екатерины там мне ответили про песок то есть он пришел спрашивать крещение а ему про песок и что крещение есть через миропомазания это другой танец я никогда не слышал крещение через миропомазания а раз миропомазания было то и крещение было и получил дополнение про песок я дискутировать не стал отошел был в храме святого николая на щепах оказался там случайно зайдя в храм увидел прямо в левом пределе баптисты ли виде креста пообщавшись с батюшкой услышал опять про песок и снег то есть можно и снегом конечно одевши кто на снегу то раздевается смог лишь возразить я на 3 5 что про воду там про песок там не сказано сказал что такие вопросы так ну и дальше вот чтобы не подумали что я засланный казачок то есть спрашивает и все боятся а почему боятся потому что сразу свои его попы слопают то есть они крестить могут но если ты был моченый я считаю это как печать антихриста ни под каким видом уже нельзя ни продать ни купить ни под каким видом но не крещеный был над я веры никакой не имел мы тогда пошли все и говорит всей группой но и заплатили деньги батюшка он ничего поп не слышит более наверно ничего страшного как сегодня вот это вот извращение московской патриархии я работаю с людьми вижу что ничего нельзя сделать они бешеные и одержимые просто песок песок слюни песок ни канонов не надо ни евангелия евангелий только стал это мы знали что вы сектанты баптист все с библии меня к ожидания не атакует у них ничего нету свора бандитов набралась а о чем патриарх алексей второй говорил каких бандитов не принимали церковь поэтому не ты ли пригрел то их сам сам-то умер не крещеный дать ним не рощерком может это все сделать то перекрестить и все кончилось каноны об этом говорят он не крещеный слово перекрестить убрать надо были обмануты это сегодня 23 февраля и на меня вот это все это пришло до черта сегодня 24 до 24 а я ошибся вот вот пишет меня сегодня один сегодня считал 3 том открытым оком это моя книга это прикосновение к истине ликование после на службе на прочитанной лег канон андрея критского я впервые его так услышал он зазвучал во мне игнатий тихонович но это пишет человек преподаватель академии преподаватель университета и ведет катетизаторские курсы в красноярской епархии юрий соболев редкой души человек искренности восторга и так душа требовала третьей ступени еще выше и выше то есть не только покаянно этот канон андрея критского взвести надо на благодарение а потом на словословие но не случилось проповедь митрополита не дотянула до желаемого хорошая но стандартная без огня может в этом и промысел дабы увидеть различия мне писал митрополит виталий говорит где они были там я не знаю до этого в белграде и там был профессор карташов очень известный но он был рукоположен в чтеса чтобы говорить проповеди я точно также чтец он говорил проповедь была насыщена фактами историческими данными но холодная ни одной души она никого не может пробудить как проповедь осипова алексея ильича она никого не может исполнить духом святым никого потому что он сам этого не имеет и он говорит как человек рафинированный мирской ум он много лет на этом был у него все протаренное и он на все на все может ответить то я посмотрел у него из на всех ответах но может быть процентов 5 правильный отвечает только у меня есть разборка их козлов говорит как бывший калининградский митрополит кирилл гундяев когда патриарх россии 2 старообрядческий андреан у всех одинаковый процент до 7 процентов истины никто не отвечает почему потеряна связь с богом они не знают этого и поэтому старцам едут оставится назовет кого по имени аж в обморок падают а тут ничего нет любая цыганка назовет и подходи цыганка все это расскажет далеко ли провода надо заканчивается ну ладно все тогда до следующего раза это я начал то с голубенка вот такое должно быть тепло все и тогда душа рождается ну как где видать нет она вот она распушилась какая вот она как а те вон они сидят где вот слева это отец а этот крылышки проверяет свои это я выпускаю рано еще шести нету прогуляться оправиться оправка прошла у них ну а дальше кошек в это время фото спрятал сейчас часок они поедят и тогда их в коробку кошек накормлю лишь только занятий а тут пока все это ответили все это интересно интересно надо жить у меня есть слово такое не христианское азартно то есть как я услышал сегодня плохая погода идти нельзя я пробью через нее пробьюсь вот везде нужно смотреть это тебе бог дал в виде возможности подвига вот у нас в потеряевке живут и ездят на снегоходах там игорь барабаш герой нашего времени настоящий герой вот с кого надо пример брать сколько у него 200 гектар пашни сколько гречки там овса и чего только у него нету свои крупно рогатый скот 36 голов там и птицы и овечек сколько он даже не знает сколько там ну сколько 50 может где-то вот дочка кончила университет медицинский сын заканчивает строительный ерема там учится это все у него есть там четыре трактора там пять машин начнут перечислять что труд земля кормит к нам приезжают люди если то главное качество если ты желаешь чтобы дети были при тебе и были верующие лучшие обстановки не просто не найти все верующие храм открытые священник благословен господь во славу божию